секретный проход офигеть ребята хоба всем здорово с вами как всегда ваш дорогой браток и мы с тобой продолжаем играть в хоррор тейл всеми желаю приятного просмотра приятного аппетита в общем ребята сегодня мы будем проходить хоррор тейл на геноцид к сожалению только одна голова но в общем ему пришлось биться с самим королем монстров а с гором триммеров в конце концов человек одолел его забрал душу и покинул подземелье кстати мне посоветовали друзья модификацию достел но блин она к сожалению на английском языке ребята позже на трон вернулась бывшая королева ею был издан закон по которому каждый упавший человек считался другом многих такая политика не устроила и народ поднял восстание престол заняла отважная андайна бывшая глава королевской стражи она объявила новый закон по которому все люди упавшие в подземелье должны быть убиты у меня прям мурашки друзья по коже в общем ребят надо все таки да пройти возможно здесь не так прям много будет отличий если мы на геноциде будем до видишь продолжить мы с тобой попробуем сейчас сбросить ализа да имя упавшего человека свет пробивающийся сквозь расщелины где-то высоко наверху заставил тебя открыть глаза довольно высоко в твоей памяти начинают всплывать воспоминания падения которое казалось длилось вечно точно ты упала пролетела более 300 метров каким-то чудом осталась жива вот мы с тобой вот сюда вот попали похоже эти цветочные заросли смягчили твое падение и это противная куча грязи где же ты темнота поглотила твое окружение из-за чего тебе трудно было смотреть дальше круга золотых цветов по крайней мере они живые как и ты ты решаешь стать для того чтобы исследовать это место флауи привет нет подожди пожалуйста потише только не кричи смотри я не причиню тебе вреда привет какая неожиданность еще один человек упавший сюда по случайности вот так сюрприз видимо ты из глупых или неуклюжих не в обиду я флауи флауи цветочек майкл азовский ты ли это шо такое цветок протягивает свой листок словно руку пожать листок и смотри мы сейчас нет не очень-то вежливо с твоей стороны здесь внизу можешь считать меня своим другом пусть на первый взгляд я без обиди но не будь такой наивный видишь ли здесь внизу съешь или будь съеденным а у нас по-другому раньше было да убей или будь убитым как-то таково уж таково уж правило нашего мира о боже ты выглядишь как самый несчастный человек на земле ладно ладно я не собирался пугать тебя ну-ка как тебя зовут ты называешь свое имя ализа интересное имя я еще не встречал детей с таким именем да не смогла сдержать смущенную улыбку знаешь ты выглядишь милее когда улыбаешься а теперь будь добра проследовать следующую комнату она наиболее всего подходит для первого видения буду ждать тебя там в общем друзья сейчас мы будем полными козлами уродами по-русски говоря геноцид все дела в общем смотри но это только одна голова я не знаю много ли тут прям изменений конечно же ребята на самом деле я вас попрошу прямо сейчас вот если ты знаешь какую-то вообще годную офигенную модификацию то посоветуй в комментариях я буду тебе очень очень признателен вот так же я оставлю в описании ссылочку где ты сможешь прям скинуть прям чтобы точно до меня достучаться чтобы я поиграл я знаю то что до стил просят вот ребята она на английском языке в принципе это возможно потому что у меня есть переводчик он переводит но google транслит конечно ты сам знаешь как он переводит я дельтарун прошел с помощью него и немножечко понимаешь мне как-то стыдно потому что но такой контент как бы нет там понятно там мы кое-что понимаем действительно но надо как-то хотя бы вот этот перевод мне переформулировать на русский язык блин а то разговариваю как будто вот я прям а англичанин который только-только увидел русский язык и перевожу блин это пипец ладно так друзья и так ты здесь добро пожаловать подземелье никогда цветущее прекрасное место но все это прошлом у нас мало времени она может прийти поэтому скажу кратко теперь здесь опаснее чем в аду в особенности для тебя человек и все это из-за одной королевы истерички будь она проклята слушай а положи меня в свой карман вижу что никто из нас тут оставаться не хочет может быть мы сможем вместе выбраться из этого проклятого места что думаешь а лиза ты соглашаешься хорошо тогда а прикинь она убила флауи угадай кто угадай кто турка флауи прикинь наш на колени смотри упали ты дрожишь твоя душа наполняется страхом моё дитя офигеть ребята просто аж аж до мурашек я не знаю прям дрожь просто в наушниках прям вообще как будто глаза у ней ноздри а посмотри на это ну моё дитя мы поняли мы просто знаем кто это уже блин прошу прощения если я спойлерю ты посмотри обязательно первую серию где проходил что за ужасное существо мучает бедное невинное дитя а пожалуйста не плачь не нужно бояться теперь ты безопасности большой монстр осторожно стирает твои слезы а вот так то лучше я так рада что этот мерзкий сорняк не успел навредить тебе мерзкий сорняк кажется она совсем не понимает что совершила ох я забыл представиться меня зовут рель я хранительница руин я прохожу через это место каждый день чтобы проверить не упал ли кто-нибудь бедняжка ты выглядишь не очень хорошо должно быть ты очень голодна пойдем я отведу тебя ко мне домой приготовлю поесть и вот сейчас мы попробуем прям ребят кое-что одно я на пацифисте так сказать не сделал я не спас фроги то я вот не знаю вообще можно ли его спасти потому что я что-то попытался и в итоге мы только хуже там сделали как это вот это я не понял прикола автосохранение это это очень круто когда автосохранение действительно есть из глубины руин грозно нависающих над твоей головой веет прохлады и одиночеством твоя душа наполняется страхом пам-пам-пам добро пожаловать дитя это место зовется руинами руинам много лет и они полны разных головоломок древних связей ловушек и ключей а те кнопки эта часть головоломки которая уже к сожалению давно не активна время сделала с ней свое дело но впереди еще много разных загадок тебе придется их решать однако они будут менее сломанными я надеюсь это сможет хоть немного поднять тебе настроение но теперь дорогуша вперед приключений не ждут ну в общем вот как то так мы с тобой проходим действительно не работает хотя можно как-то я не знаю попытаться тут он видишь аж вырвано кто тут такое вырвал а так инвентарь у нас есть реально вещей нету статистика алиса оружие броня монеты атака вот как то так это все работает к счастью это головоломка все еще активно чтобы пройти дальше необходимо нажать несколько переключателей я пометила нужно и специально для тебя так ну и конечно мы с тобой не сходи с пути поблизости нет никаких деревьев интересно откуда они здесь да так много листьев нажми z чтобы прочесть надпись это прям болото да так есть одна и вот вторая и как бы ничего не сработало ты нажимаешь переключатель еще пару раз не работает что-то не так дай-ка я попробую дорогуша странно почему же он перестал работать это я помню мой батя телек что-то сломался друзья но это это вообще это так давно ребята было не представляете то есть еще ламповый телевизор был здоровенный такой вот такой не плазма и короче пальца по 300 раз нажимал потом как удариться как со всей силы ударил это вообще прикол видимо заклинило без активации этого переключателя мы не сможем смотреть и нас важно и спать спать под телевизор подожди немного ты рель попробует что-нибудь делать я ну нормально давай проджавевшие кули шипов преграждают путь прикинь какая зараза если ржавчиной немножечко уколоться так так что лучше аккуратно давай ждем короче как триэль починит давай мам нормально все триэль безостановочно нажимает на переключатель отсутствие какой-либо реакции с его стороны начинает нервировать ее оно вообще должно сработать о так можно было сделать дурацкий кусок железа работаю уже черт бы тебя подрал а стоп где дитя вот это новый поворот ребята дитя вот ты где не уходи больше так без спроса хорошо здесь может быть опасно ты же ведь не хочешь расстроить тетю ты рель эта комната сейчас совсем бесполезно но до тебя дитя было еще много людей здесь я обучала их правилам ведения боя и этот манекен а сколько воспоминаний а ведь раньше в руинах тоже обитали монстры не все они были дружелюбными но мы прекрасно уживались как же жаль что эти прекрасные времена давным-давно прошли ой не время ностальгировать прости ты рель иногда еще та болтушка к слову о болтовне видишь тот манекен я часто разговариваю с ним когда мне скучно я заметила ты не очень разговорчивая девочка может попробуешь поболтать а не смотри на меня так манекены же не настолько страшные чтобы бояться с ними заговорить пусть они не могут ответить зато не хорошие слушатели хотя кто их знает хи-хи так мы с тобой можем кстати уйти ага ребят вы понимаете что мы делали на геноциде и что мы сейчас будем делать мы кстати в прошлый раз на пацифисте сбежали и наверное я неправильно сделал вот манекев манекен манекен застыл ребят короче маленький спойлер сколько сейчас времени ребят первое сейчас 6 утра 14 минут второе что я хочу сказать сегодня по моим подсчетам где-то будет 30 роликов да я сошел с ума я сошел с ума я сошел с ума 30 роликов я сегодня дропну это пипец это пипец да но я надеюсь бро я не знаю вот как хорошо тебе что 30 роликов будет сегодня но я видишь раз в неделю дропаю по факту если так подумать 30 делим на 7 всего 4 ролика в день фига себе проще проще реально каждый день как бы выкладывать по 4 ролика по факту чем 30 в неделю блин как бы я только сейчас задумался то слушай но по факту все нормальные ютуберы наверное так и делают блин ну мне так проще ну не знаю не знаю напиши как ты думаешь кстати в плане может действительно каждый день по 4 ролика делать напиши напиши это важно это важно я прочитаю обязательно битва манекен ты не решаешься ударить напряженное ожидание в смысле ты не решаешься ударить а когда мы решимся погоди что если раз то так сделать а а нет видимо нельзя ребят честно сказать видимо здесь не пойдет действие манекен шутка атмосфера стала слегка напряженной поэтому ты решил рассказать единственный известный тебе каламбур ноль реакции ты чувствуешь себя еще глупее чем прежде смотреть безбожный изодранный манекен продолжает неловко стоять офигеть безбожный изодранный прикинь глазки пуговки смотрят никуда в них читается тоска из-за таянной обида кто же это сотворил это кажется тебе глупым ты немного колебаешься но все же выдаешь приветствие ты риэль очень рада блин вот я на самом деле этого не хотел чтоб она рада то была да блин ну почему ж ударить то нельзя может вещи манекен ну пробуем говорить ладно ты решаешь спросить манекена как дела вероятно так же как и всегда звучит удручающе ты решаешь спросить манекена о том какие книги ему нравятся манекены не читают книг ты больше не знаешь о чем спросить ну если мы не можем ударить хоть я и двести раз пытаюсь напряженные ожидания последний раз ладно понял пощадить и даже пощадить нельзя то есть как бы просто убегаем угу ты убежала извини наверное глупо было заставлять тебя разговаривать с ним но ничего всегда и стрель не стесняйся подходи ко мне в любое время я расскажу тебе обо всем что ты попросишь в этой комнате тоже есть головоломка интересно сможешь ли ты пройти так ага знаем мы это знаем слушай так западная комната это схема восточной комнаты ну тут вместе мы ходим с Тамарой ходим парой давай вот и головоломка но давай возьми меня за руку на минутку ага смотри некоторые шипы как бы нормальные а некоторые прям ржаво-ржавые острые коля со скрипом задвигаются в пол эм стоит Триэль ступить на нужную плитку должно быть Триэль уже знает решение этой головоломки это хорошо однако стоит тебя ступиться и тогда ты крепче сжимаешь руку Триэль Да, ну ты понимаешь, да? Жесть Я не представляю, какая там вонь жуткая Это как бы реально болото, посмотри У Шрека в гостях Мы сейчас Шрека прикинь встретим тут А есть такая модификация На Шрека В Undertale, это было бы прикольно, кстати Кажется, эта головоломка слишком опасная Не ходи по ней без спроса, хорошо? И мы не сможем, кстати, походить по ней Здесь опасно Ты Риэль запретила ходить тут Да и тебе самой не очень-то хочется И у меня тут было припасено одно задание Но почему бы немного не развеяться? Давай просто прогуляемся Вместе отдохнем от этой накалящей обстановки И так будет спокойней И вот, самое интересное, мы здесь вдвоем будем Сейчас за ручку идти А в оригинале тут она убегает от нас Вот так вот, друзья Большая лапа тети козы Мягко сжимает твою руку Капочки Ты Риэль больше не кажется тебе такой чужой Так, ладно Интересно, можно ли с ней посражаться? Мы же там, помнишь, выбрали как бы остаться навсегда с ней Ты чувствуешь некую ауру безопасности рядом с ней Ты решаешься спросить А вот о ней? Хочешь немножечко узнать обо мне? Ну, мне особо-то нечего рассказать Я просто старая глупая леди, которая любит детей И еще не люблю хвастаться Но единственный монстр в руинах, который Отменно печет пироги Помню, даже один раз я победила в конкурсе Монстра пирогов Ах, я до сих пор чувствую его вкус на своем языке И изобразила на своем пироге маленького монстра У него была белая шерстка и милые длинные ушки Он казался таким крохотным И даже немного напоминал ангела Да Где тапок? Блин, тапочек потерялся А пол холодный, ребята Вот она, настоящая боль Ах, этот пирог был одним из самых особенных Как-нибудь я угощу тебя, дорогая Что, уже слюнки потекли? Кстати Ну, короче, тут другие выборы, бро, будут Так что не переживай Слушай, а что тебе больше по душе, корица или риски? И то, и другое, прекрасно Спасибо за информацию Я обязательно запомню это Все, и вот мы с тобой дошли Как бы Вот мы и пришли Дитя, я смотрю, тебе уже лучше Видимо, тебе головоломки тоже малость развеселили И они всегда исправно выполняют свою задачу Вперед На этом ловушке еще не закончились Так Самая обычная, ничем не примечательная колонна Так Хорошо Здесь, к сожалению, мы не сможем Руины в более плачевном состоянии, чем ты ожидала Слабый сквозняк шевелит твои волосы Подобно и сохшим листьям на земле И здесь так пусто и безжизненно Это немного наполняет тебя страхом И сохранили О! А вот тут вот Сейчас смотри, что мы сделаем Ты была такой послушной Все это время Настало время вознаградить тебя Не хочешь ли теплых объятий? Не обнимать Ну же, дитя, подойди ко мне Не обнимать Дорогая, тебе ничто не угрожает Ну же, дитя, я здесь Дитя, пожалуйста Не обнимать Не обнимать Ализа, ты боишься меня? Прости, наверное, слишком рано Я пока что не должна была этого делать Ах, опять Тори за свое Ничего, все хорошо Давай просто пойдем дальше Видишь, баньк Тут какая Так, ладно Ребята, здесь у нас камушек А это очень простая головоломка Я думаю, ты умная девочка И сможешь решить ее без особых подсказок Дитя мое, смотри Как он медленно движется Должно быть ему тяжело Будь умницей, помоги ему Великолепно Теперь скажи ему спасибо Ты только что поблагодарил камень Погоди, а можно было не благодарить? Можно А, ну Нелепо Так покрыто сажей и трещинами Что совершенно ничего не видно Лучше не пачкать руки Не, я просто помню, что один камушек Реально был как бы типа живой Но он, по-моему, потом же будет Что-то я От этого я помню, помню Дитя мое, прошу, закрой глаза Не подглядывать А, типа тут путь сделала Дитя, Триэль будет очень рада Если ты воспользуешься подсказкой Триэль Интересно, если мы упадем То мы Пожалуйста Не ходите По листьям Надпись почти не читаема То есть вот листья Как бы А тут она говорит Типа ходи по листьям О, как Ах, Алиса Ты уже все Тогда держи небольшое вознаграждение У меня как раз осталось немного Ты получаешь медовую риску Почему бы не побаловать себя сладким угощением А теперь приступим к этой головоломке Я понял, что вот этот вот живой был Она похожа на ловушку В одной из прошлых комнат Так что ты уже знаешь решение Представляю ее тебе Может Ну, по факту Тот камень был живой почему-то Ну, странно вот Или они все живые по факту Не знаю Ну, как живые Теперь все мертвые Типа трупики мы их Боже, это звучит ужасно Мы типа трупы толкаем, что ли Та-дам И вместе нам все по плечу Точно Нет, нет Дитя мое Не трогает мерзость Я сама не помню, сколько он здесь находится Надо будет скоро выкинуть его А, да Надо будет Ну, пофиг Пусть пока лежит А мышка Норка Понятно Тут уже и нет живых Дитя, послушай Помнишь, твецы Из пещеры, в которой ты очнулась Что насчет того Чтобы поставить здесь Несколько кумб Просто Здесь уже десяток лет Мало что менялось Хотелось бы Как-нибудь Привести это место В порядок И то, менее Как Новоприбывшего гостя Будет учитываться Ты не против Помочь мне позже? Вы предвкушение Радостно киваете головой Да куда? Куда ты? Что ж Придется ты реально Немного позананиматься Сшедоводством Ну как же Асгор С лейкой его Ах, как помню Здесь я раньше часто Встречал своего давнего друга От него он там А кто это? Вот мне интересно Да Пипец Ну как бы да Напугала Ну ну Ты в безопасности Глупышка Это был всего лишь Да впрочем не важно Никто Просто какой-то мелкий вредитель Не обращай на это внимание Все в порядке Но это не мог быть Каблук Как-то Вот я забыл Как его зовут Ну в общем Ты понял Дитя мое В твоей комнате темной И на сверху донизу Увешана паутиной Ты точно хочешь пойти туда? Хорошо Будь осторожно Да Тут кстати Будет Фрогет Вот Выйдет ужасно Реально Табличка полностью Облеплена паутиной Паучья Распродажа Выпечки Тебе с трудом Удается Отлепить палец Помогающий читать Да Выпечкой тут и не пахнет Слушай А в случае Экстренной обстановки Можно сожрать Листья Можно сожрать Паутину Она кстати Паутина Как? На вкус Ребят Что-то я ни разу Не пробовал Пробовали вы Паутину Ребята Можно ли ее Пожарить Можно ли ее Сварить Разве Пропустите Это паучья Распродажи Заходите Отведайте Еды Да Сейчас фроги Ты вместо Это Ализа Мне нужно отойти На некоторое время Тебе придется Немного побыть одной Мне так неудобно Ты сможешь добраться До конца Своими силами Нет Не стоит подвергать Тебе такой опасности Можешь подождать Немного в этой комнате Я совсем недолго Веди себя хорошо Ладно Ты решаешься подождать Пока не придет Триэль Ты ведь хорошая девочка Верно Однако Просто стоять На этом месте Скучно Поэтому ты решаешь Присесть Сидеть здесь На холодном полу Все же лучше Чем попасть В передрягу Из-за собственной Чувствуешь, да? Ты чувствуешь Эту атмосферу Как ветерок Просто Ковышет То ли ветерок Твою Как там пелось Твою кожу Ковышет Не, погоди Как там по-другому Ладно Умею я испортить Да, немножечко Атмосферу Неосторожности Или что похуже Хотя Такие ловушки Даже слепой Пройдет Но не ты Глупая Неуклюжая Девчонка Да и к тому же Страшно Боящаяся Боящаяся Заговорить С кем-то Хотя Будьте вы Проклятые Идиоты Мысли о ненависти К своим друзьям Заполнили Твою голову Будь ты посмелее То давно бы Уже бронилась Сотрясая стены Руин Предателя Я ненавижу вас Эти придурки Зачем-то заставили Тебя залезть На эту треклятую гору Зачем 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 Ты согласилась Зачем Ты пошла С ними Это уже Не имеет Никакого смысла Остается только Переполняться Ненавистью В полнейшем Безмолвии Тихая девочка Хорошая девочка Так всегда Говорила твоя мать Интересно Все ли Что говорят Взрослые Правда Твои размышления Прервал громкий звук Умирающего кита А Это же твой живот Он отчаянно требует Заполнить Холодную пустоту Внутри желудка Такое чувство Что от голода Внутри себя Скоро и правда Образуется Огромная дыра Было такое дело Я не знаю Ребята В общем В школу Когда я ходил Я прям ужасно Хотел жрать Раньше я вообще Худой был Как спичка Но жрать Капец Как хотел Но Я толком Не ел То есть Я не знаю То есть Как бы Бурлил живот Постоянно Я даже забывал Кушать Меня там Мама даже Под конец Я помню Даже заставляла Ты что Не ешь Не ешь Не ешь Я реально Чуть ли не умирал От голода Но Чтобы Заглушить Вот на уроках На уроках Ты офигеешь Не Там как бы В обед Понятное дело Мы что-то кушали Но я чуть-чуть Вообще ел Чтобы заглушить Живот Я короче Капец Что делал Ты сейчас офигеешь Я с тобой делюсь Просто сокровенным Каким-то Прикинь бумагу Чуть-чуть жрал Ну Из тетради Брал Чуть-чуть жрал Это капец Просто Чего я вообще Чем я думал Ну работало Работало Самое интересное Ну это Пипец просто В общем Смотри Ты просидела здесь Ужасно давно Ужасно долго Длительное время Твоё депрессивные мысли Всё глубже Погружают тебя В пучину отчаяния Это приводит тебя В ужас Но несмотря ни на что Ты решаешь Продолжить путь Короче смотри Сохранение есть Мы сейчас вернёмся Здесь кстати возможно Что-то есть Мне надо упасть Сейчас мы с тобой посмотрим Рычаг только Да Посмотрим Ага Что это за котик Мистер полночь Мистер полночь Тут не нужен Переключатель Мистер полночь Что-то знакомое Но я Не могу вспомнить Нифига Так Блин я всегда Тут забываю Серьёзно Да Блин Почему Почему В голове У меня всегда Вот я запоминаю Что этот Нужно переключать Почему Каждый раз Я помню Я в Undertale Проходил Я постоянно Думал Этот Почему Что за Вот До твоих ушей Доносятся Какие-то Странные звуки Это похоже На чьи-то Крики Кто-то зовёт На помощь Кажется Это слышно Из глубины Руин Позади тебя Блин Если честно Я бы хотел Его спасти Но Почему я первый раз Его не мог Спасти Я не могу Понять Я же Пытался Мне даже В комментариях Написали Типа Попробуй Спасти Фрогета Мы сейчас На геноцид Поэтому Мы так и так Сейчас попробуем Не спасать Его Нет Блин Ну это И ещё раз Друзья Говорю Мне вообще Не нравится На геноцид Играть Вот Фрогет Смотри Прям бедный Какой-то Ква Ква Человек Пожалуйста Помоги Мне Я по случайности Попал в эту ловушку Теперь пауки Пытаются утащить Меня не весь куда Прошу Не оставляй Меня Обещаю Я не буду Тебя есть Ква Как поступишь Так Вот тебе и геноцид Да Вот тебе и геноцид Блин Ну ладно По факту Ничего страшного Нам главное Концовку выбрать Согласен ты Блин Я его спас Короче Я первый раз Обороняться Я думал Угостить Это угостить Жаб-жаба Чем фрогетом Типа угостить Типа паучки Ну кушайте фрогет Да кушайте Ладно Маленькие члеста Ну ты понял Позабыв о своей добыче Накидывается на твое угощение Фрогет спасен Спасибо человек А я и не надеялся Что кто-то Столь милосердный Может обитать Кстати Ты не видел Никакого маленького монстра Поблизости Мы с братом Скитаемся по руинам В поисках пропитания А также монстров Сумевших сохранить Свой рассудок Но обыскивая эту часть руин Мы не нашли Ни одного сородича Как бы Не искали Нам попадались Только мертвые Кучки пыли На тот момент Когда я попался В паучий капкан Брау Убежал искать Способ у нее помочь Кстати У нас был один план По поиску пропитания Обратиться К смотрительнице руин Но чем дольше Мы здесь находились Тем больше замечали Что она не в своем уме Поэтому до сегодняшнего побега Мы скрывались В тайнике За одинокой колонной Триэль Сошла с ума Так что Прими этот ключ Ты получаешь Загадочный ключ С брелком Я подобрал его После того Как его обронила Смотрительница Я слишком слаб И не настолько безумен Чтобы Нападать на кого-то Но ты показала Достаточную храбрость Но сейчас Мне стоит поискать Малого Клаква А если он конечно Там еще жив Дядь Фроги тут прыгают Прочь Ты прикинь Аааа Блиин Клак Клак Мой брат Убит Я не должен был Допустить его смерти Здесь В любой момент Может прийти Хозяйка И сделать со мной То же самое Но Я буду оплакивать Его смерть Пока не решу Что этого будет достаточно Пожалуйста Оставь меня Боже Все мы там будем Брат Черт Вот тебе и Геноцид Блин Да не Ну Надо на геноцид Проходить на самом деле Ладно Это Слушай Ключ Может нам помочь Загадочный ключ С брелком В виде яблока Использовать Ты пока не можешь Найти этому применение Блин Это офигенно Ребята Мы получим Реально новую концовку Офигеть И мы Фроги-то спасли Но мне кажется Дело тут в концовке Конечно же Так Блин Я не помню По-моему здесь Пожалуйста 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 Ну Фух Вот я Я Ребят Я всегда Именно во втором Всегда путаю Здесь я никогда не путал Блин Что за фигня Мы сейчас Берем Сейчас мы Возьмем С тобой Странный Железный Предмет Взять Ты нашла Деталь Рычажного Механизма То есть Мы сейчас Сможем Сбежать От Триэль Понимаешь В чем прикол То есть Это как бы Даже не геноцид Это просто Другая концовка Будет у нас Тут может И геноцида И нет Как бы То есть Тут выбор Видишь Только с ней Плохо как-то Общаться Не доверять ей То есть С толком Ну Хотя вот Фроги-то спасать Не спасать Ну Короче Дальше проходим Надо проведать ее Дитя Оу Осталось Там И Ребят Я уже прошел На концовку Концовка К сожалению Нас не выпускают Из этой чертовой Блин комнаты Чисто она нас Спатеньки укладывает И все Понимаешь Так Смотри Можно вернуться В самое начало Кажется Все листья Разметала Сквозняком Ну в принципе Какая нам разница Мы сейчас Вот так вот делаем Единственное Только да Возвращаться будет Немножечко Тяжеловато Да Что написано Дитя Трель Будет очень рад Если ты воспользуешься Подсказкой Трель Лестью Укажет верный путь Так Дружище Не разговаривает Так Суды Блин Какая же Крутая игра Ребят HP 20 У нас Так И по-моему Ты вставляешь Найденную Запчасть В механизм Секретный проход Офигеть Ребята А вот сейчас Смотри Сколько пыли Ты понимаешь Да То есть Она монстров Убивала Вот тебе Геноцид От Торьки Какая музыка Еще Внутри Что-то Громоздкое Смотри Сколько Игрушек Различных Они Жалобно Смотрят На тебя Своими Маленькими Глазками Просто плакат Просто плакат Различ Три пусто. Проход. И слышен завывание сквозняка. Офигеть! Блин, это круто, ребята. Как же это круто? Что? Из окошка льется холодный свет. Снаружи видно одно лишь серое невозмутимое небо. Погоди, мы... Мы спускаемся. Мы спускаемся. Куда мы... Погоди, из окошка... Так. Ага, это мы поняли. А здесь... А нельзя сбежать. Просто как бы доски это... Кто-то отлепил. Ну, да, я понял. Еще отлеплены. Выколачиваю. Блин, мы попали куда-то, я не знаю. Временная петля. Что за... Вот тут вообще уже нет. Пейзаж становится разнообразнее. Тут и там начинают вырастать маленькие фиолетовые башенки. Интересно, есть ли там кто-то помимо тебя? Что за кусочек чего-то прозрачного, когда ты пытаешься взять это, а оно моментально растворяется в твоих руках? Что это такое, блин? Плеер. Модель очень старая. Оно все еще работает. Весь плейлист заполнен композицией. Это же этот! Ты включаешь плеер. Плеер работает. Выключить. Потрепанный плакат с какой-то местной телезвездой. Слегка влажный. Метатон. Задорная коробка на колесике приветливо машет тебе с рекламного плаката. Приглашай на свое звездное шоу. Извини, парень. Но ты остался в прошлом. Блин, и тут закрыто. Нельзя открыть, да? А это такое чувство, будто их со всей силой швырнули стенку. На улице расположено множество древних зданий. Дома выглядят пусто и безжизненно. Не похоже, что в них кто-то живет. Офигеть. Блин, прям аж прочувствуется эта вот вся атмосферка, ребята. Так, и все получается. Мы с тобой... А мы дальше не можем пойти. Плеер. Притом еще работает как-то. Что это за фигня? Я даже не знаю, ребят. Что это? Блин. Так, ну пойдем смотреть, что еще там есть. Какая же жесть. Блин, я так хочу продолжения, ребята. Я так хочу продолжения. Я это сейчас понимаю. То, что ну это... Ну это шедевр. Как выходить-то? Так, идем теперь в другое место. Что за такое? Ничего. Опа. Заполнен тазиками, небольшим деревянным ящиками, каким-то бутыльками и тряпьем. Это что, череп? Внутри куча перчаток, заляпленные какой-то слизью. Обильно воняют. Закрыто. А можно? Блин. Сколько за ручку не дергай, без ключа не откроется. Но у меня есть ключ. Что здесь вообще происходит? Блин, я так надеялся, что мы сейчас узнаем, а в итоге... Опа, пахнут приятно. Маленькая музыкальная шкатулка. Сбоку есть маленькая фамильная гравировка. Довольно увесистый фотоальбом. Большинство страниц склеилось, но ты без проблем можешь открыть один из разворотов. Открыть? Да. Счастливая семья дримуров. В смысле, что она заиграла? Блин, как-то мне прям не по душе. Ой-ой-ой-ой, тихо, микрофончик. Офигеть, ребят, прям до мурашек. А проход там нельзя. Смотреть, посмотреть. Играет. Капец, что-то заиграло. У меня аж мурашки. И что дальше? Ну, я дальше не знаю, ребят. Я не знаю, что дальше делать, честно хочу сказать. Блин, вот... А в смысле? О! А, вот, можно, можно, можно. Так, давай, наверное, пройдем еще разочек назад. Если вообще мы можем это сделать. Опа. Подозрительно круглая дыра. Проверить ее? Да. Ты засунул руку внутрь подозрительной дыры. Там в ней ничего нет. Погоди. Ну, я думал, ну, хоть что-то будет. Ну, не-е-е-е. Подозрительная дыра. Она же подозрительная. Ну, так-то. А все, а здесь мы не можем. Прикинь. Все. Вот так вот. Все, идем теперь обратно. Теперь попробуем с Торикой поговорить насчет этого всего. Что она там скажет. Офигеть. Если реально что-то будет. Блин, а куда же этот ключ-то? Я даже не могу понять. Может, с Фроги там еще обсудить. Может, он знает, куда, где вот. Куда можно применить. Ни одна из комнат вот не хочет. Поддаваться. Блин, у нас сейчас проблема такая будет, что мне придется, конечно... Ну, ты понимаешь, да? По секретному, по крысиному пути. Все дела. Идти. Так, вспоминай. Вспоминай, вспоминай, как мы ходили. На изи. Ладно. Камушек можешь поговорить? Нет. Но с тем, кстати, можно было. Бедный Фрогид. Я вообще офигеваю. Квак-квак. Мой брат убит. Ну, дружище, да. К сожалению, ты мне не можешь, да, подсказать. Единственный Фрогид, блин. Листья. Блин, ребята, если есть какие-то секреты, обязательно пишите в комментах. Блин, прикинь, если там какой-нибудь маленький секретик, который вот-вот мы там не дошли, не нашли. И опять буду третить три раза, блин, Хоррор Тейл. Ну, это, по-моему, перебор. Надо какую-то новую модификацию снимать, а я Хоррор Тейл снимаю три раза. Ну, ладно, надеюсь... Надеюсь, я все тут посмотрел, ничего не упустил. И вот сейчас мы идем... Добро пожаловать, дитя. Так, ребят, тут мы быстренько... А, во! Фиг там. Не, она не пустит нас никогда. Так, она немного мрачноватая, но надеюсь, тебе понравится. Ключ также и туда не подходит. Прими мой подарок, бант. Блин! Ну, ладно, пофигу. Просто обязан заглянуть, посмотри. Да почему нас так обязывают? И все, и мы не можем. Нам надо сейчас точно лечь спать. И вот я сейчас хотел бы как бы уйти, понимаешь? Дверь закрыта, и ключ я... Чайная страница. Так, сейчас мы хаваем. Сладкая корочка. Вкусно, очень вкусно. Озвучка топовая, кашля. Смотри-ка. Так, ребят. Короче, если вы хотите хорошо посмотреть концовку, посмотрите мой... Мою прошлую серию. Он как будто специально нас отравил, мне кажется. Потому что с другими такого не было, понимаешь? Прикола. Все? Или... Ай. Да, все, друзья. К сожалению. Ну... Что сделать? Что сделаешь? В общем, это... Как жалко, ребятки. Ну, почему... Почему мы не продолжили, блин? Так жалко. И жалко то, что... Такая же концовка. Блин, я думаю, новая. Я почему-то думал, что в конце можно выбрать. Я уже... Ай, блин. В общем, если я что-то упустил, напиши обязательно в комментариях. Блин, я... Ну, я прям вообще капец загорелся желанием. Где продолжение? Где продолжение? Два года прошло. Как бы, наверное, три уже, наверное, даже. Может, в конце, типа, мы осмотрели, поэтому... Может, я где-то не нажал или еще что-то сделал. Коротая у меня. Ну, ладно, друзья. Первая. Когда вторая выйдет? Никогда. На этом все. Спасибо тебе за просмотр. Бай-бай, дорогой братишка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok